всем привет дорогие друзья из афьона сегодня мы отправляемся обратно в аланию и в следующих видео вы увидите уже нашу любимую аланию море солнце пляж и один из пятизвездочных отелей как обстоят дела в отеле в общем как происходит отдых в данный момент в отелях ну а сейчас мы идем в пекарню как всегда уезжая из афьона мы покупаем афьонский хлеб всем нашим друзьям в алании потому что все очень просят это невероятно вкусный хлеб и многие из вас его уже видели поэтому подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх и вы увидите все самое интересное то что вы не увидите ни у кого другого заходите по ссылкам в описании где есть ссылки на дешевые авиабилеты отели и туры в турцию в общем подписывайтесь смотрите комментируйте ну и конечно же приезжайте в турцию а сейчас идем с вами покупать хлеб и отправляемся в алании покажу вам все самое интересное по дороге в алань а в следующем видео мы уже будем купаться на пляже клеопатры каким образом выглядит пекарня я вам уже показывал но покажу еще раз сюда привозят весь старый хлеб его отправляют на переработку а мы покупаем вот этот вот афьонский хлеб 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 стоит вот этот афьонский хлеб стоит 6 лир 6 лир и этот хлеб который я вам раньше показывала вот так вот мы каждый раз покупаем хлеб в пекарне и едем в аланию для всех наших друзей хлеб такой весит около двух килограмм кто не пробовал этот афьонский хлеб попробовать его можно конечно же только в афьоне поэтому когда вы приедете в турцию обязательно путешествуйте по мере возможности даже если вы останавливаетесь пятизвездочных отелях сейчас как и раньше в турции обязательное ношение масок во всех общественных местах вход магазинов государственные учреждения в общем во все общественные места только только в масках ну что друзья отправляемся с вами вау а 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 друзья мы уже находимся в провинции бурдур а точнее на границе провинции бурдур и буджак многие из вас знают анталью и испарта так вот бурдур и буджак находится как раз между испарта и анталии и многие из вас конечно же ездили либо сами на машине либо в тур либо на автобусе по вот этой вот дороге мимо караджа арен водохранилище но знаете что я узнала в этот раз я почитала подробнее про это водохранилище и узнала что здесь не только одно водохранилище и вот это вот искусственное озеро а здесь их целых два представляете и вот это водохранилище было построено строительство было завершено в 1990 году она что в 1977 году и как раз едя из анталии в испарту вы проезжаете вот это вот искусственное озеро это озеро номер один это озеро номер один и здесь по длине вот этого водохранилище и этого озера расположены пикники многочисленные кафе рестораны сегодня здесь очень-очень ветреная и вот издалека вам покажу тоже очень много народу сегодня воскресенье и народ приехал отдыхать здесь можно выпить чай покушать сделать свой мангал в общем отдохнуть на природе здесь также есть лодки на которых можно покататься и здесь еще выращивают рыбу сейчас попробуем с вами спуститься чуть пониже и посмотрим что там внизу раньше мы с вами туда вниз еще не ходили но очень много раз проезжали мимо этого водохранилища а в этот раз посмотрим конечно же поподробней очень здесь ветрено сегодня вот видите вот такой прекрасный вид открывается отсюда на все водохранилище можно гулять отдыхать наслаждаться природой пить чай вкусно кушать и это водохранилище находится на протяжении дороги которая как раз и ведет из анталии в испарту вот такая вот здесь красота но помимо того что здесь есть вот это вот искусственное озеро как его называют озеро номина номер один здесь есть озеро номер два там мы еще никогда не были и это озеро спрятано где-то в горах так вот там где находится второе озеро там есть традиционные турецкие дома там есть гостиницы там потрясающий вид на природу на горы и там кстати есть возможность тоже кататься на лодках по озеру и заниматься водными видами спорта в общем полноценно скажем так отдохнуть если на первом озере и на протяжении всего водохранилище только кафе и рестораны то там есть полноценные отели где можно остановиться ну и конечно же мы постараемся с вами как-нибудь туда съездить в общем вот такие вот интересные места я всегда вам говорю о том что сколько бы ты не жил в турции сколько бы ты не ездил по одной и той же дороге ты всегда узнаешь видишь что-то новое интересное вы не представляете что на протяжении вот этой вот дороги по которой мы постоянно ездим из алании в афьон а есть две дороги соединяющие анталью и афьон и когда едешь по второй дороге там есть античные города пещеры в общем очень очень много всего интересного поэтому друзья я вас всегда призываю когда вы отдыхаете в турции всегда всегда выходите из отелей и познавайте жизнь вокруг себя ну и конечно же кто у нас здесь есть маленькие котики в турции без котиков никуда еще раз покажу вам вид сверху на это озеро внизу очень сильный вечер ветер а здесь вообще ветра нет вот еще одна такая местная местная достопримечательность караджа арен называется это водохранилище и искусственное озеро как в турецких источниках написано озеро номер один очень здесь красиво конечно зелено много места для пикников и сегодня воскресенье абсолютно все столы заняты нет ни одного свободного места на втором озере также можно ловить рыбу и есть специальные домики для наблюдения за птицами в общем друзья меня очень заинтересовало это второе озеро нужно обязательно как-нибудь туда съездить но сейчас мы движемся дальше в сторону алании и скоро увидим море дорогие друзья мы уже в алании и представляете в алании какой день стоит пасмурная погода и ночью даже был дождь сейчас прогуляемся с вами по району пятничного рынка и дойдем до пляжа я знаю что вы все соскучились по морю сегодня понедельник друзья сейчас час дня и в алании стоит очень знойная погода слышите как шумят цикады мы сейчас в районе пятничного рынка видео с аланийского рынка вы просили но его я сниму вам на этой неделе в пятницу поэтому цены вы тоже увидите а сейчас идем на центральную улицу и в сторону муниципального пляжа сейчас мы на центральной улице друзья не забывайте что сейчас понедельник и самое жаркое время многие люди на пляже а практически все на работе пройдем с вами чуть-чуть по центральной улице покажу вам что здесь происходит магазины кафе открыты многие спрашивают по поводу масок и так далее мер безопасности конечно же вообще общественные места вход только в масках на пляже маску естественно носить не нужно по дороге на набережную есть вот такой вот замечательный пляж ой не пляж друзья а парк видимо я тоже соскучилась уже по пляжу по морю здесь всегда зелено здесь всегда можно спрятаться в тени вот таких вот потрясающих деревьев здесь в той стороне есть кошачий дом а в этой стороне фонтаны лавочки очень красивые цветы в общем здесь всегда зелено и прохладно можно посидеть отдохнуть парк очень красивый и проходя через этот парк мы попадаем сразу же на набережную я думаю что многие были в этом парке здесь получается очень красивые фотографии обязательно напишите в комментариях были ли вы в этом парке или нет а выходя из парка на выходе из парка с одной стороны расположены аттракционы детские аттракционы и детские всякие разные качели детская площадка а с этой стороны также расположен один из самых классных валаний детских парков почему потому что здесь все качели домики сделаны из натуральных материалов и здесь посмотрите какой тенек здесь всегда прохладно и хорошо играть как детишкам так и родители могут сидеть отдыхать наблюдать за ними в тени ну и наконец-то друзья мы пришли на аланийскую набережную давно мы с вами здесь не были сейчас посмотрим что у нас здесь происходит и заглянем на пляж кстати сегодня вышли новости о том что полетели первые чартеры в анталью и совсем скоро полетят первые чартеры в аланию в аэропорт газипаша постепенно начинают проходить разные мероприятия экскурсии на яхтах экскурсии уже тоже есть в общем жизнь постепенно налаживается и входят в нормальное русло вот такая вот здесь набережная опять же говорю не забывайте о том что сейчас понедельник и час дня самое жаркое время время дня на набережной стоят прогулочные яхты в общем красота неописуемая здесь наше любимое кафе где также в жаркую погоду можно сидеть и любоваться аланийским портом вот такой вот красивый вид открывается но я знаю что вас всех интересует пляж и сейчас мы идем на муниципальный пляж этот пляж друзья один из самых популярных семейных пляжей почему именно на этом пляже никогда не бывает волн видите он расположен в такой бухте вход очень очень плавный и на многие многие метры можно идти идти и вода будет по пояс вот вы видите вдалеке люди купаются отдыхают также один из очень хороших пляжей это пляж который находится вот прям под красной башней там тоже не бывает волн и если вы не любите волны а например на кляпу патрина до млаташи волны бывают если вы не любите волн то можете приходить на этот пляж это муниципальный пляж который расположен за прям за мэрии аланьи и на этом пляже тоже есть зонтики вот с одной стороны люди под зонтиками на лежаках их можно арендовать а с другой стороны люди сидят со своими зонтиками полотенчиками и так далее честно скажу вам на этом пляже я сама никогда не купалась но как я вам говорила и многие говорят этот пляж очень комфортный именно для для детей и для тех кто не любит волны что-то делал и так далее что-то делал и так далее а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...